На этом уроке мы продолжим разбор 18 айта «Я вам аюн фаху фиссури фатаатуна афуаджа» «В тот день, когда подует в урок, и вы придёте толпами», мы остановились на предлоге «фи». «Фи» – это харф, а значит, не будет здесь рассматриваться. «Сурн» – это «Исмун суласиин муджарадун ухайрусахихин ухайрусалим». Трёхбукиное имя первообразной формы является неправильным, нездоровым именем, так как его «Айн», его вторая кореновая буква, является слабой буквой «Вау», то есть это «Аджуфа». «Сурн» по модели «Фуалин». «Фатаатун» – «Фа» – это харф, а значит, мы тоже его пропускаем. «Таатун» – это «Фаалин мударин», глагол «настоящее будущее времени». По модели «Тафууна» от глагола «Атаяти». «Атаята» – «Фаалин суласиин муджарадун ухайрусахихин ухайрусалимин». Трёхбукиное глагол без добавления «хайрусахихин» – «неправильный», «нездоровый» по одной причине, так как его «Алам», его третья кореновая буква является слабой буквой «Я». Такой глагол называется «накус» – «недостаточным глаголом». Назван он так в связи с тем, что его недостаток состоит в отсутствии здоровой буквы на конце или отсутствии огласовок в некоторых случаях. Также этот глагол «хайрусальмин» по двум причинам. Первая – это то, что этот глагол является «махмузульфай», то есть глаголом, у которого первая корневая буква является «хамзэ». Вторая причина – это уже упомянутая нами причина, то, что его третья буква является слабой буквой «Я». Значит, «ата» – это «махмузульфай» – «муталлюллями», то есть «накус». Мы уже разбирали подобный глагол «бана», где мы подробно рассказали об изменениях и правилах, которые применяются к подобным глаголам. Поэтому не будем все это повторять. Скажем лишь, что все, что мы упоминали там, из правил, связанных со слабой буквой на конце, будет применяться здесь, без какой-либо разницы. У «айте» у нас приходит глагол «альмударя», поэтому мы и разберем его. Итак, «Ятии». Основой «Ятии» было «Ятию» с «дома на конце». И как это известно, огласовка «дома» считается трудной в произношении, когда она имеется над буквой «Я» или «Об». Значит, из-за трудности произношения, ради легкости произношения «дому», имеющуюся над буквой «Я» удалили. Поэтому у нас стало «Ятии» по модели «Яфулю». Мы не говорим по модели «Яфуи», так как удаление огласовки не играет в этом роли. Так и «Ятию», и «Ятии» оба они по модели «Яфулю». Следующая форма – это «Ятияне», форма двойственного числа. Здесь нет никаких изменений. «Ятияне». «Ятияне» здесь похоже на «Ядрибане». Например, никаких изменений. Следующая форма – это «Ятуна». В основе было «Ятиюна». Огласовка «дома» считается трудным в произношении над буквой «Я». Поэтому от нее, скажем, избавились. Здесь есть два объяснения этому правилу. Одно из двух мнений считает, что «дому» букву «Я» передали букву «Та» после удаления ее огласовки, дабы освободить место для будущей «домы». После чего у нас получилась такая картина «Ятуйну». «Ясукун» после которой имеется вместо менее множественного числа мужского рода «Вау», который тоже имеет «Сукун». После чего букву «Я» удалили из-за встречи двух «Сукун» «Я» и «Вау». После чего у нас осталось «Ятуна» по модели «Яфуна» с удаленным «Ламом». То есть удаленной третьей корневой буквой. «Ятиюна» было по модели «Яфулюна». Осталось «Ятуна» по модели «Яфуна». Следующее слово «ТАТИ». Следующая форма «ТАТИ», чье правило схожи с формой «Ятии». Следующее – это «ТАТИЯНИ», про который мы сказали, что оно не изменяется. Следующая форма – это «Ятийна». Здесь также ничего не меняется, так же, как в здоровом глаголе, например, «Ядрубина». Дальше опять «ТАТИ», чье правило мы уже знаем «ТАТИЯНИ», тоже ничего не меняется. «ТАТУНА». Сначала было, как мы сказали «ТАТИЮНА», после чего применили уже разъясненное нами в форме «Ятуна» правило. Следующая форма – это «ТАТИИНА». Основной была «ТАТИИНА» по форме «ТАФАЛИНА», по модели «ТАФАЛИНА». Огласовка «Касра», так же, как и дома, считается трудным в произначении над буквой «Я», поэтому ее удалили. Что привело к встрече двух суконов, двух суконированных букв. «Я», который является третьей коренной буквой. «Я», являющийся вместо именемом второго лица единственного числа женского рода. После чего у нас уже осталась «ТАТИИНА». После удаления «Я» у нас стала «ТАТИИНА» по модели «ТАФАЛИНА». Дальше у нас идет «ТАТИИНА», «ТАТИЯНИ» и опять «ТАТИИНА», про которые мы сказали, что в них ничего не меняется. Однако следует отметить, что у нас форма единственного числа второго лица женского рода совпадает с формой множественного числа второго лица женского рода, как мы видим «ТАТИИНА», «АНТИИ» и «ТАТИИНА-АНТУННА». Но на самом деле, хотя эти две разные формы совпадают формально на вид, но между ними есть существенная разница. Так, каждая из этих двух форм приходит по модели «Отличная» от «другой». Так «ТАТИИНА» для единственного числа женского рода приходит по модели «ТАФАЛИНА» с удаленным «ЛАМом», то есть третьей коренной буквой. В то время как «ТАТИИНА» для множественного числа женского рода приходит по модели «ТАФАЛИНА», так же как «ТАДРИБНА», то есть здесь без всяких изменений. И как мы видим «Я» и «НУН» на конце каждой из этих двух форм глагола отличаются от «Я» и «НУН» на конце другой формы. Так «Я» на конце «ТАТИИНА» единственного числа женского рода – это местомение второго лица единственного числа женского рода. А «НУН» на его конце – это «НУН РАФАЛИ», то есть это «НУН», являющийся признаком состояния «РАФА», изъявительного наклонения. В то время как «Я» на конце «ТАТИИНА» множественного числа женского рода – это «ЛАМОЛЬФАЛИ» – третья кореневая буква глагола. А «НУН» на его конце – это местомение множественного числа второго лица женского рода. Совпадение произошло из-за того, что «Я», будь она местомением единственного числа женского рода или третья коренная буква, имеет одно и то же произношение. То же самое и с «НУНом». Будет оно «НУН РАФА», то есть признаком состояния «РАФА», или местомением множественного числа женского рода, в итоге у него одно и то же произношение – это одна и та же буква «НУН». Как мы видим, разницу между двумя формами «ТАТИНА» и «ТАТИНА» четко можно увидеть в модели, шаблоне каждого из этих двух глаголов, например, «ТАФАИНА» и «ТАФАИНА». Следует отметить, что подобное споряжение будет у всякого глагола с буквой «Я» на конце, при условии, что предшествующая буква будет огласован «КЭСРАЙ» или «ФАТАЙ». Без разницы, будет ли этот глагол трёхбуквенным, например, «ЕМШИЙ», «ТАМШУНА», «ТАМШИНА», «ТАМШИНА», «ТАМШИНА» два раза, или четырёхбуквенным, например, «ЮФТИЙ», «ТУФТУНА», «ТУФТИНА», «ТУФТИНА» два раза, или пятибуквенным глаголом, например, «ЯРТАДИЙ», «ТАРТАДУНА», «ТАРТАДИНА», «ТАРТАДИНА» два раза, или шестибуквенным, например, «ЕСТАФТИЙ», «ТАСТАФТУНА», «ТАСТАФТИНА», «ТАСТАФТИНА» два раза и так далее. Везде одни и те же стандартные правила. На сегодня все. У нас осталось две формы этого глагола. Разберем их, иншаллах, в следующий раз. Алхамду лилляхи раббилля айламин.